Всем привет! Время от времени каждый испытывает на себе депрессивное чувство, которое называется плохое настроение, а также стресс или уныние. Мы часто обобщаем эти симптомы как депрессию, в то время как истинная депрессия далека от меланхолии и печали, к которым мы к сожалению привыкли. Так как же научиться преодолевать подобные ситуации? Речь про это пойдет в сегодняшнем видеоролике. Прежде всего обратите внимание на то, что плохое настроение никогда нельзя недооценивать. Это может привести к тяжелой депрессии. Во всяком случае не стоит игнорировать это состояние, хоть и наш русский менталитет может выдержать достаточно много испытаний. Более того помните, что плохое настроение вызвано глубинными причинами и не исключено, что решение этих вопросов поможет вам раз навсегда справиться с этой ситуацией. Имейте в виду, что какие бы болезненные эмоции, а также чувства вы не испытывали, все пройдет. Они временны и плохое настроение в конце концов тоже проходит. Вспомните какие-то детские обиды, плохие отметки в школе, наказания родителей, они казались нам катастрофой. Но как часто вы о них думаете сейчас? Скорее всего не часто, потому что мы не помним этих моментов. Даже не сомневайтесь, то что происходит с вами сейчас, скорее всего тоже исчезнет и забудется, время лечит. Не нужно и разжигать жалость к себе, то есть находите еще больше доказательств того, насколько вы несчастливы и невезучи. Это только усугубить депрессивное состояние. Подведите итог ситуации и признайте, что да, что-то идет не так. Признайте этот факт. Конечно, вы можете задать себе вопрос, почему? И можете тут же ответить, это все моя вина. Или же, например, только мне так не везет. Или же, например, еще весь мир против меня. Это являются запретными ответами. Вы должны осознать, что это уже произошло. Сострадание к себе ничего не исправит. Вы не можете вернуться назад и изменить прошлое. Однако это не значит, что вы не можете использовать эту ситуацию, чтобы расти или открывать себе что-то новое. Наш эмоциональный опыт может служить хорошей основой для изменения в нашей жизни. Любая боль, будь то эмоциональная или физическая, это шанс испытать себя, испытать или узнать что-то новое. Что именно? Ответ получите дальше. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Это сказал один известный философ. И речь, скорее всего, шла именно о душевных страданиях. Вы никогда не должны даже думать о том, что просто игнорирование стресса, проблемы или плохого настроения уже является хорошим решением. Согласитесь, например, вы забыли о своей кошке, которую не кормили. Кошка все равно будет существовать, и она все равно будет голодна. Пока вы ее не накормите, проблема не будет решена. Вот почему бессмысленно забывать о стрессе. Поскольку вы переживаете не лучше времена, убедитесь, что вы не игнорируете это просто так. Проработайте проблему, изучите ее, а также изучите себя. Важно не пережить ситуацию, а именно ее прожить. Обратите внимание на особый смысл этих слов. Жить вне означает быть вне проблемы, бежать от нее. А прожить значит изучить ее изнутри, полностью прочувствовать ее глубоко, а не просто избавиться от нее. Представьте себе, переживая что-то, вы мчитесь мимо нужной вам остановки и не находите там своего маршрута. И наоборот, когда вы проживаете это, вы доходите до нужного места и получаете то, что действительно для вас важно. Никогда не переходите черту, заставляя себя делать то, чего вы не хотите. Скажем, вы не хотите встречаться со своими друзьями. Одиночество – это отличное время для самопонимания, а также самосовершенствования. Тем не менее, долгое пребывание дома и употребление тортов не всегда является лучшим решением. Иногда разумно и вытолкнуть себя в мир. Не обязательно проводить время в компании. Просто прогуляйтесь по улицам, сходите в парк, в котором давно не были, или посетите торговый центр, даже если у вас нет денег. Это полезное мероприятие для изучения мира. Такая прогулка принесет удивительное откровение. Так как же я не замечал здесь этих деревьев? Или шарфы в этом магазине сделаны из натуральной шерсти? Наблюдайте за людьми вокруг. Обращайте внимание на их улыбки, лица, одежду, настроение, эмоции и так далее. Вы будете поражены тем, как много деталей мы выражаем невербально. Это позволит вам не чувствовать себя одиноким, если только вы не хотите оставаться на одине с самим собой. Более того, у вас будет время на то, чтобы поразмыслить и проветрить, так сказать, вашу голову. Наши друзья, а также родственники часто думают, что стресс – это сигнал к действию или к повышению внимательности и беспокойству. Да, это может быть приятно, но разве это не жалость к себе, используя других людей? Но и вы не должны отказываться от их поддержки. Правильный способ объяснить им, что вы не готовы говорить об этом прямо сейчас. Многие люди считают, что алкоголь – это решение, но это совершенно не так. Нервная система на некоторое время успокоится, но проблема снова вернется. Помните, что решение не придет само собой. Более того, это может привести к алкоголизму. В общем, спиртное вам в сложной ситуации точно не ваш лучший друг. Помните правило – не жалите себя и не заставляйте себя насильно что-то делать. Насколько это возможно, когда вы в плохом настроении или стрессе? Тогда необходимо освободить себя от работы, которую вы не любите, или свести ее к минимуму. Если у вас есть хобби, постарайтесь уделять ему максимальное время. Если у вас нет любимого дела, само время подумать о том, как и где его найти. И не бойтесь экспериментировать. Если вам нравится ваша работа, ну, например, случайно вам нравится работа, то продолжайте ее делать. Но и не становитесь трудоголиком, иначе работа вам быстро наскучит и может превратиться в пытку, заменяющую реальную жизнь. Кстати, развитие творчества – это один из самых эффективных способов преодоления проблем, а также стресса. Любая творческая работа – это надежное средство успокоиться и снять напряжение, которое накопилось. Ваше творчество может стать шедевром, например, для людей или, по крайней мере, только для вас. Например, вы написали роман или стихотворение, нарисовали картину или сделали пластилиновую скульптуру Наполеона. Пусть это будет похоже на детскую пьесу. Просто помните, что важно содержание, а не форма. Через какое-то время снова прочтите или посмотрите на свою работу. Подумайте о ней, подумайте, почему у вас есть такие образы, метафоры и фантазии. Не бойтесь себя критиковать, потому что сталкиваться с чем-то – это целое искусство. Если вам плохо и ничего не хочется, даже утром не вставайте, просто не нужно этого делать. Это правильно – не заставлять себя, так как вы беспомощны в этом настроении. Но завтра вам, наверное, надоест смотреть на потолок и обои. И идея придет сама собой, что дальше вам делать. Вспомните хорошие или просто замечательные моменты в вашей жизни. Толкновение с реальной проблемой или стрессом – это шанс научиться ценить то, что у вас уже есть. И очень важно понимать эти простые слова. Пообещайте себе, что теперь вы будете понимать и ценить свои прекрасные моменты. Всегда слушайте себя. Например, купите что-нибудь, что напоминает вам об этих прекрасных моментах. Таким образом, вы не забудете цену простого счастья и доверия к себе. Пусть воспоминания о тех временах будут медалями солдата, покрытого боевыми шрамами, которые символизируют гордость, но в то же время напоминание вам о трудных ситуациях, которые вы успешно преодолели. Взгляните на свою жизнь по-новому. Она в ваших руках, и вы должны ценить ее. Видеть хороший опыт и ощущать в нем уникальные вещи, которые случаются только с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова